Новая школа в поселке Южном, пожалуй, одна из самых долгожданных в крае. До этого здесь было лишь одно учебное заведение для начальных классов. Остальным детям приходилось ездить за знаниями в Краснодар. В начале прошлой недели в социальных сетях появилось видео, где окна при открывании, как говорится, ходили ходуном. Кадры были сделаны сразу после их установки, на второй день. Сегодня мы решили проверить, как устранили недочеты. Поводом для беспокойства стали эти огромные витражные окна, установленные в библиотеке. Пользователи соцсетей усомнились в качестве строительных работ, однако сегодня мы видим, что окна установлены достаточно прочно, а также здесь установили специальные металлические ограждения. Сегодня здесь уже завершены строительные и отделочные работы, однако сроки затянулись из-за прошлого подрядчика. С проверкой школу посетил глава региона. Рабочие наводят лоск пока в пустых кабинетах. В ближайшее время здесь должны установить мебель и оборудование. Губернатор поручил ускорить этот процесс, ведь за парты здесь должны сесть 1300 учеников. Идет сейчас поставка оборудования, очень много лотов, победили разные поставщики вообще не из Краснодарского края, но мы по телефонному режиму вроде бы понимаем, что успеваем в основной части оборудования все поставить. Если есть график, если есть четкий алгоритм, по которому мы все вместе с вами шли, все вместе, значит мы должны прийти к результату. Об этом я уже не раз говорил. В другой школе, не менее долгожданной, все уже готово к приему учеников. Образовательное учреждение на улице Байбакова в Краснодаре оборудовано так, что может позавидовать любой столичный лицей. И пока остаются считанные дни. До начала учебного года кабинеты занимают педагоги. Кажется, такой школе они и сами радуются, как дети. Классы оснащены по последнему слову образовательной техники. Даже правила безопасности дорожного движения изучать в таких кабинетах не скучно. На данном макете смоделирован пешеходный переход, а также светофор, который также установлен здесь. Видите, переключается свет, красный, желтый, зеленый. Видите, установлены знаки, где перейти можно, где перейти категорически нельзя. Вот такие вот самые разные модельные ситуации будем прорабатывать с детьми. Наряду с привычным русским языком и математикой школьникам будут преподавать и робототехнику для новых изобретений – все необходимое в одном кабинете. Это очень необходимо для ребят. Во-первых, это мелкая моторика развивается. Во-вторых, это программирование. Во-вторых, это механика. Это просто то, что вы откроете их в жизни. Они будут их не бояться, будут ими управлять, работать с ними. И когда ты знаешь, на что ты идешь, ты знаешь, что перед тобой застройство, как его сделать, как его настроить. Перед началом учебного года образовательное учреждение сегодня также посетил Вениамин Кондратьев. Глава региона осмотрел классы и пообщался с преподавательским составом. В школе созданы все условия, чтобы найти себе занятия по душе, уверен губернатор. В соседних кабинетах программирование рядом традиционные классы технологии, где мальчики смогут научиться обработке металла или дерева, а девочки – новым рецептом и шитью. Есть те, которые будут заниматься техникой, которые к этому стремятся, которые в своей жизни будут потом что-то конструировать, делать. Но есть те, которые выберут рабочую специальность. И мы должны создать условия и для тех, кто будет в жизни заниматься наукой, заниматься техническими направлениями. И те, кто просто будет работать руками, им тоже должен быть высокопрофессиональным. В том числе не важно, какая у него будет рабочая профессия, но высокопрофессиональным специалистом. Это очень важно. Все, кто имеет различные таланты, могут их реализовать в этой школе. Школа, из которой явно не захочется уходить. Все в этом образовательном центре сделано так, чтобы детям было интересно и комфортно. Чего только стоит большой спортивный зал со скалодромом, где есть весь необходимый инвентарь для занятия футболом или волейболом. Меня Минкандратьев отметил, что эту площадку необходимо использовать для внешкольного досуга. Например, открыть здесь различные детские секции. Игровой зал. Даже если мы идем для отработки ударов для игры волейбола. Очень важно, чтобы эта школа стала еще и центром внешкольного досуга молодежи. Именно она должна работать до 22.00, как мы в целом договорились. А уж в такой школе грех после занятий не заниматься спортом. Есть возможность детям заняться спортом. Здесь все сделано на пять. Просторный пищеблок с различным меню, библиотека, которая больше напоминает космический корабль и система безопасности в режиме онлайн. Оценку «Отлично» новой школе поставил и губернатор. Важно, чтобы такие учебные заведения высокого уровня появились по всему краю. В моем возрасте, в школьном, конечно, такого не было. Но и жизнь была другая. И в вашем, я тоже уверен, в школьном возрасте, потому что такого не было. А сегодня мы обязаны создавать условия для детей, чтобы они были готовы к современной жизни. Готовы к современной жизни. И вот здесь, если мы не создадим условия, и они не будут готовы к современной жизни, к сегодняшнему прогрессу, мы не двинемся вперед. И вот это все в таких школах. Сердце радуется, еще раз подчеркну, я уже сказал коллегам, конечно, хотелось бы, чтобы такие школы были везде, и большинство везде. Но для этого нужно еще многое сделать. Но отказаться мы не можем. Строительство таких школ не имеем права, если мы хотим идти вновь со временем. А это основное сегодня условие развития и мальчишки, и девчонки, как личности, как успешной личности, как и в целом развития нашего региона. До первого звонка осталось чуть меньше недели. Главным гостям, ученикам, еще предстоит оценить новую школу. 2 сентября за партой здесь сядут более трех тысяч ребят.